Экономика. Бизнес. Финансы. Программа «Экономика». Банкиры договорились, что в инструкции по особенностям кредитования будет отражен отдельно малый и средний бизнес. Также обсуждались проблемы распространения безналичных платежей в стране, проблемы микрофинансовых организаций. Сегодня с главой Центробанка Эльвирой Набиулиной Торшин пообещал обсудить протокол встречи с кировчанами. Программа «Экономика». Губернатор зарабатывает меньше депутатов Госдумы. За 2014 год доходы Никиты Белых составили 2 миллиона 250 тысяч рублей, пишет Навигатор. Для сравнения, депутаты Госдумы, если они кроме зарплаты других доходов не имеют, получили в прошлом году по 3 миллиона 880 тысяч. Никита Белых также раскрыл сведения о своей недвижимости. Так, по информации Навигатора, у него в собственности земельный участок, жилой дом и три квартиры, в одной из которых проживают его дети. В пользовании дом, квартира и три участка. Автопарк главы региона ограничивается автомобилем Nissan Patrol 2011 года выпуска. Рост выручки сети «Магнит» замедлился. В марте он составил 30%. Ранее он был на уровне 35%, пишут ведомости, на основе отчета компании за первый квартал. Замедлился у сети приток покупателей. Эксперты считают, что потребители теперь выбирают более дешевые товары, а сеть стала менее активна в инвестициях в цены. Аналитики, правда, отмечают, что потребители стали меньше экономить на еде. В феврале доля экономных снизилась с 49 до 46%, по данным исследовательской компании Sinovate Comcon. А в дискаунтерах «пятерочка» посещаемость выросла за первый квартал на 5%. Эксперты ведомостей объясняют это большим количеством промо-акций и вложений в поддержание цен на низком уровне. И о курсах валют на сегодня. Доллар подрос в пятницу до 50 рублей 53 копеек, евро стоит 54,52. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM